Я редко вижу ее фотографии в рекомендациях, мы до друга поудалялись с друзей, вообще не пересекаемся. Привет, это снова я. Слышали такое выражение, раз в год и палка стреляет? Так вот, иногда она стреляет два раза в год. Вообще хорошо, что она стреляет, да? В прошлом видео я предупреждал, что я буду появляться чаще, но я раз подумал, если я буду чаще появляться, так что появляться просто с тупыми оправданиями спустя какое-то время, если можно делать какой-то контент? Ну и самый простой контент, конечно же, просто отвечать на ваши вопросы. Я очень давно на ютюбе, нас с вами очень многое связывает, у вас по-любому много ко мне вопросов, тем более, когда я так долго отсутствовал. Соответственно, я решил ответить на комментарии, которые вы писали под предыдущим видео. В следующем видео я отвечу на вопросы в комментариях, которые найду под этим. Все просто, да? Вы же поумнели, надеюсь, за эти годы? Я думаю, поумнели. Но вы не были тупыми, ладно, ладно. А самая важнейшая новость, как говорит Хованский, это то, что у меня вышла еще одна игра, это классический тетрис, но не классический. В нем я дополнил механику. Все рекламируют подобный тетрис вот такой механикой, но почему-то никто до сих пор ее не сделал. Я реально говорю, я не нашел такой игры, я ее сделал сам. Это, по сути, тот же самый тетрис, только расширенный. Там в ширину больше блоков, чем 10. И со временем сложность увеличивается. И чтобы пройти уровень, нужно уничтожить те блоки, которые уже есть на уровне. Такого раньше не было. В классическом тетрисе, ну вы знаете, просто можно играть до бесконечности и просто набивать очки. Это скучно. Мы сделали Adventure Mode, что означает, что вы можете проходить игру. Ребята, мне нужен ваш актив, я знаю, вы можете. Те, у кого есть Android, пройдите и скачайте игру, попробуйте поиграть. Мне интересно ваше мнение, что добавить в эту игру. У меня есть идея, что добавить, но я хочу услышать ваше мнение. Ну и просто поиграйте в тетрис, это же прикольно. И самое важное, в отзывах в Google, не здесь в комментариях, а там в отзывах на странице игры, напишите Block Game. И что-нибудь еще к этому, типа Nice Block Game, Good Block Game, Bad Block Game. Только не ставьте четверки, тройки, двойки, однерки. Только пятерка. Пятерка. Игра еще сырая, и то пришлось отвалить денег, чтобы она выглядела хотя бы так. Я думаю, к игре еще вернемся. Давайте я начну отвечать на ваши комментарии. Я вернул рубрику, которая была создана лет 9 назад. Амитэш, нет, ты стареешь, почему время так быстро идет? Я смотрела тебя, наверное, лет в 16, а сейчас мне 21. Мне так больно смотреть. Я обожаю твои старые видео. Останешься в сердце надолго. Во-первых, я подмечу, что стареют все. Во-вторых, я подмечу, что стареют все, кроме меня. Я на ютюбе уже 10 лет. Как вы думаете, какого я возраста? Если вы хоть немножко, дважды два можете сложить, вы поймете, что времени прошло очень много. И то, что мне 119 лет. Мне уже как 102 года 17 лет. Не обращайте внимания на руку. Вообще, я должен был уже выглядеть примерно вот так или вот так. Кто-то там внизу под этим комментом подметил, что я отлично выгляжу. Именно. Да, вернувшись скорее, я понимаю, что юмор контента не хватает мне. Походу, я вернусь на этот канал с шортсами. Меня одолела депрессушка на самом деле. Последние дня 3-4. Весна, мало энергии и... Реально, я прям приуныл в последнее время. А так снимаешь ролик и такой вроде нормальный. А кто это? Обожаю. Обожаю такие комментарии. Да, просто человек, который откуда-то свалился, не знаю, с Марса. Кто это? Где я? Что я? Что это за видео? Кто этот человек в этом видео? Не знаю, чувак. Ты пришел. Это ты зашел на мой ролик. А куда пропала свасти? Алло. Вот то же самое пишут ей. Вы че, блин? Вообще в шары балуетесь? Зайдите на канал. У нее актив лютейший. Такого актива не было никогда. Она выкладывает 2 шортса каждый день. Уже, наверное, год. 2 шортса. Вы представляете? Свасти просто машина, блин. Она как робот штампует эти шортсы. У нее там такая рутина, расписанная на месяц вперед. Я вообще офигеваю в эти моменты. Какая свасти машина. А вы говорите, нет роликов. Вы че, совсем сдурели, что ли? За год вышло 700 с копейкой роликов. 700. Карл. Посыпались из меня старые мемы. Понимаете, насколько я стар? Вспомнил Карла. Снова свасти. Ладно, свасти. Это, наверное, последний комментарий про тебя. Так что давай там не ной. Почему свасти стала аутисткой в своих шортсах? И тут уже кто-то ответил на этот вопрос. На самом деле, правильно ответил. Она и раньше такой была. Все те, кто... Наверное, свасти тоже, может, хочет это рассказать. Ну, я расскажу за нее. Все те, кто говорят, что свасти изменилось или контент у нее скатился. Ребята, свасти, если вы оглянетесь, всегда снимала точно так же. Ничего не поменялось. Вот как она делала Билиберду еще лет там, когда мы столько брейком занимались, я проломил стену в CDT, делая сальто от стены и принес туда шпаклевку. И свасти взяла у меня эту шпаклевку. Ну, это просто такая жидкая фигня. Я такая, дай мне. Я говорю, зачем? Она такая, ну, дай потрогать. И она просто запекала туда руку и сидела, жмякала этой шпаклевкой и кайфовала. Вот это свасти, понимаете? Она любит вот такую хрень. Кринж-контент – это ее родной дом. Тик-ток – это тоже ей подходит. Кринж-тренды – это тоже про нее. Она всю дорогу это делала. У вас шаблоны в голове немножко перевернулись. Жесть, увидела тебя, будто увидела бывшего, которого очень сильно любила. Нормально, мне нравится. Я уже успел побывать чьим-то бывшим человека, которого я даже не знаю. Прикольно, да? Когда ты кого-то даже не знаешь, а у него целая любовная история с тобой. Сколько лет Амитешу? Почему-то этот вопрос до сих пор волнует людей. Я на Ютубе с 2014 года. Мне как минимум больше, чем 10 лет. Наверное, странно, не очень приятно, но можно узнать, в каких ты сейчас отношениях со своей сестрой у вас нет. Совместного контента. Просто интересно, как все у вас. Спасибо за детство. Вот и мы подходим к гвоздю программы, на котором, наверное, будет сделан кликбейт этого видео. Все плохо, ребята. Все очень плохо. Мы не общаемся со свастью уже полтора года. Я редко вижу ее фотографии в рекомендациях. Мы до друга поудалялись с друзей. Вообще не пересекаемся. Я понятия не имею, что у нее происходит. Камнем преткновения стало то, что я однажды у нее ночевал. В итоге я оставил там свои носки и трусы. И я уехал надолго. Из-за того, что она долго уехала, долго не мог их забрать. Она сказала, что он не будет их подбирать, она просто их выкинет. И она реально их выкинула. А это были дорогие трусы за 2000 рублей. Калвин Кляйн. Я вообще дико обозлился. И я просто охренел, что свасте она такое способна. Ну вот, короче, с этого все началось. И потом она отказывается выплачивать мне деньги за них. Я тоже уперся. Ну я понимаю, что я пострадал. И что мне общаться с таким человеком, который ко мне так относится, да? Ладно, ребята, это лучшее, что я смог придумать на ходу. Почему мы поругались? Ничего не поменялось. Во-первых, я у нее появляюсь в контенте. Там был вопрос, что у нас нет совместного контента. Нет, он есть. Если вы найдете, там где-то свасте лепит на меня какую-то херню. Во-вторых, ну, чего может поменяться у меня и свасте? Ну вы сами подумайте. Сложный возраст был, который тяжело было пройти. Это там 12-13 лет. После него восстановиться было, да, задачей. Но это произошло. После, там, 16-18 лет уже все. Пройден тот возраст, когда вы уже, ну, не посретесь там навсегда. Короче, такого уже не будет. Ну, по крайней мере, я так считаю. Ну, в принципе, все. Я вот тут мотаю. Дальше у меня только видео с котом, которое я сегодня отправлял свасте же. Короче, я кота в идеале зарыл, он был зарытый. Я просто понес его чашечку мыть. Я ее просто взял. Там вот едва, еле слышимый шорох был вообще ее пол, когда я ее просто брал. Прихожу, смотрю, рожу высунул такой. Че, кот? Ну че? Ложная тревога? Так, возвращаясь к игре. Я думаю, добавить, чтобы уровень постепенно рос вширь, потому что на третьем уровне уже резко становится очень сложно, потому что нужно собрать очень длинный ряд. И также, я думаю, делать, чтобы ряды эти были неровные. Освещение в игре я сделал сам, дизайн я тоже сделал сам, даже трек я сам подобрал. Давайте, ребята, я жду ваш актив насчет игры, потому что я сейчас этим занимаюсь, это часть меня сейчас. Вам тоже должно быть интересно, вы по-любому играете в мобилки. У меня даже есть идея открыть какое-то комьюнити, посвященное моей гейм-студии Limitless, но пока не знаю, как это сделать. Скачивайте игру по ссылке внизу, пишите комментарий в гугле «Blog Game». Ну, по сути, все, что от вас требуется. Ну и кайфуйте от игры. Я дал эту игру поиграть с вас, и она залипла просто на 20 минут. Я офигел, как далеко она прошла вообще. Я не думал, что ей вообще будет интересно играть в игры. И пишите свои вопросы внизу, в следующий раз отвечу на них. Можете спрашивать что угодно. Ну и до скорых встреч!